друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал пиратская жизнь мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзорный канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходить и подписываться ну что ж обсуждаем с вами пиратскую жизнь а нинка и вован сегодня на обзоре нинка нинка сидит и орет как дура на заре я посмотрела просто я валяюсь морду скрючила как бабка ешка жрачки целый стол и копченая тебе и хочешь тебе варёное и сладкое в общем все вместе нинка честно ведет себя как просто полная дура вовка ей конечно же подыгрывает а куда как говорится деваться знаете ребят честно я за месяц вот за месяц моего отсутствия на их канале они конкретно деградировали вот правда вот смотришь на них это просто что-то с чем-то если раньше да нинка с вованом исключительно поражали только тем что они чавкали 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 и еще удивляли нас с вами количеством сожранной пищи то сейчас сидят корчат рожи как обезьяны в зоопарке несут какую-то хрень показывают жопы всевозможные разные трясут вот этими разными местами частями тела и все это ребят нет не ради славы не ради народной любви а ради халявной колбасы по акции слушайте я вот все понимаю да это даже уже не хайпуют вот как я всегда говорила вот мол блогеры хайпуют нет это уже не хайп нет это уже не фрики это вы знаете попахивает какой-то уже болезни вот действительно хочется сразу сказать тупой еще тупее маразм крепчал деревья гнулись и вызывайте санитаров а вот палата номер 6 уже должна быть на проводе ну правда ребят так опускаться ради копеек на ютубе но ведь небольшие деньги они зарабатывают на ютубе ну как ни крути да но вот я понимаю еще если бы может быть они так себя вели ради каких-то там миллионов на ютубе но так вести себя взрослым людям опять же да ребят то есть ладно пофиг были бы какие-то молодые были бы какие-то подростки можно было бы тоже все это дело списать на молодо зелено но сидят два здоровых лба здоровая женщина взрослый мужчина и ведут себя подобным образом хайпуют вот таким образом нет уже не хайпуют уже опустились дальше некуда и все это только ради того чтобы не работать сидеть вот так вот кривляться как две обезьяны на ютубе и не работать нинка сидит чавкает как хавронья несет какую-то хрень что она вовке уверена что узнаете он ей болезнь как она говорит болезнь писки мне мой мужик не принесет потому что говорит я его типа дальше своего подола никуда не отпускаю и даже в баню он у меня не ходит потому что я ему разрешение на это не даю вот слушайте честно на месте нинки я бы переживала за другое вот после такого количества сожранной жрачки до его письку уже даже никаким подъемным краном не поднимешь вот нинке надо было бы за это переживать они за то что он ей ничего не принесет понятное дело у меня от нее никуда не денется потому что они 24 7 на 7 24 на 7 трутся задницами в этой квартире снимая огромное количество мукбангов и поедая огромное количество пищи ребят это вы знаете вот рано или поздно ни один даже здоровый организм это просто не вынесет это так или иначе будет сказываться на здоровье людей и потом знаете даже этих денег которые они сейчас получают а получают они сейчас немного абсолютно да потому что монетизации от российского зрителя нет по этой причине вот я не знаю в чинка выделки действительно не стоит да и вообще по большому счету за что ей там переживать типа я в своем мужике уверена нинка ты только месяц назад устраивала показательные выступления на своем канале рассказывая о том какая живовка сволочь как же он вот к тебе относится где-то там гулял там в подъезде ли ты стоял или ты там где-то по бабам бегал господи ты боже мой сразу хочется задать встречный вопрос во первых кому каким бабам он нужен ребят ну не рыба не мясо вообще ничего да это раз во вторых ну вот посмотришь на его действительно уже как говорится все опустится даже все желания которые имеются это два ну а в третьих ну понятное дело ему уже тоже кроме тазика со жрачкой абсолютно ничего не надо но возможно еще какой-нибудь пивас и на этом в принципе все вот и все интересы в этой парочке нажраться и как говорится улечься пузом или задницей кверху очередной ролик ребят очередное включение нет не из палаты номер шесть но что-то близко как-то знаете очень похоже да похоже смирительной рубашки нет поэтому нинка разошлась не на шутку нинка в ванной комнате себя всю облапала все свои так скажем интимные места холодно говорит мне холодно холодно ну и рассказывает о том что ей было холодно и она получила порцию оргазма говорит ой было так круто от горячего душа нинка радуется видно вовкин агрегат как говорится уже давным давно нинку не радует вышел из строя поэтому теперь вся надежда конечно же на горячий душ далее смотрит на себя в зеркало и говорит да какая же я все-таки красотка нинок правильно все правильно сам себя не похвалишь конечно же никто не похвалит от вовки как говорится хрен дождешься каких-то комплиментов да все приходится нинке делать самой самой себя и наглаживать самой себя и нахваливать самой жрачку готовить самой в себя вот эту жрачку и запихивать далее далее нинка на кухне ребят довольная вы знаете как удав чё она довольная ну понятное дело она уже предвкушение салата микс как она его величает состав салата следующий ребята все что нинка обнаружила у себя в своем холодильнике срочно это все надо значит нарезать смешать все это залить ведром майонеза и вуаля салат микс готов ребят знаете я смотрю на нинку и думаю все таки что то конечно же тоже изменилось за то время что я не делала на них обзоры и их не смотрела вот распашонки нинки становятся все шире шире и ширше я бы сказала да а вот как раз таки порции да становится все больше на столе ну в принципе оно и логично да было бы странно если бы порции становились больше она бы тем самым худела а здесь как говорится все логично все в общем да и тут же ребят смотрю уже работают в паре вовка пытается что то там нарезать на салат в тазик тазик поставили поменьше видимо салатницы не нашлось да никакой нормальной цивильной салатницы нет жрем так тазами видимо новогодних праздников было мало решили продолжить эту традицию нарезают салат в тазик нинка боится боится и говорит боюсь обосраться говорит главный ингредиент здесь майонез даже если грит вы приготовили говно и у вас по итогу получилось главно главное это грит говно залить горой майонеза и тогда все мол сойдет все пройдет великолепно и просто нинке виднее она видимо привыкла готовить то самое говно да кто-то старается кто-то готовит говно и просто тазами это жрет вообще уже не имеет значения там уже не желудок там уже мешок желудок же имеет свойство растягиваться в любом случае да соответственно чем больше ешь тем больше растягивается твой желудок начинаешь меньше есть даже спустя три-четыре дня у тебя желудок сокращается ему требуется меньшее количество пищи я думаю это эти вещи многие знают но в общем да нинка говорит залейте майонезом все будет шикарно и замечательно смотрю ребят не только нинка переживает по поводу того что можно обосраться после этого салата говорю ее словами это она говорила я как говорится повторяю да смотрю уже и вовка начал переживать что после салата побежит на толчок вот можно подумать честно до этого салата ребята они на толчок никогда не бегали вот бегают же пожрут да пять мукбангов на день представляете что это такое да это ж надо такое железное здоровье иметь бегают наверное по десять раз на день на этот толчок а тут прям ой боимся вот сейчас пожрем и сейчас побежим к белому к белому другу как говорится на на то же место в тот же час ну а вовка недолго думая когда уселись за стол поедать собственно приготовленное обозвал нинки на вот это вот блюдо хрючево но горит и хрючево получилось хотя сам вы знаете тоже приложил к этому хрючевую руку то есть соответственно тоже готовил это хрючево и ничего ну да привыкли вы есть хрючево ешьте как говорится не обляпайтесь ну а нинка показывает демонстрирует свой стол проводит рукой знаете говорит вот да да говорит свежих огурцов извините у нас нет начала жаловаться друзья мои прибедняться говорит я что мол типа больная покупать говорит огурцы свежие 600 рублей за килограмм я не знаю где такие ценники нашла обычные огурцы обычно сейчас стоит на может там подорожали на 10 на 20 на 30 рублей но по 200 рублей да но по 160 но по 250 но точно не по 600 что ты мелешь я не знаю и помидоры как бы есть и по 260 и по 170 и по 100 даже есть обычные да вот эти которые деревянные вот но дело-то не в этом я не знаю где она там обнаружила эти огурцы по 600 рублей за килограмм неизвестно в общем решила пожаловаться на то что не все они могут себе позволить в общем как то так ребят вот такой мне получился обзор небольшой на пиратскую жизнь а как говорится да пришла пора начинать делать опять на них ролики что хочется сказать я в шоке вот честно я в шоке насколько люди готовы опускаться ради халява насколько люди готовы себя опускать и втаптывать в грязь да и хочется им все-таки напомнить что вы не всегда будете вам не всегда будет там 30 вам не всегда будет 40 вам когда-то возможно будет и 50 и 60 и когда-то вы уже будете людьми ну так скажем достаточно взрослыми да и как-то вот так вот иметь вот такую славу такую репутацию который бежит впереди вас а так себя вести настолько себя не уважать и после этого там еще сидите возмущаться как нинка говорит вода они да вот приходят на мой канал блин да кто ж тебя уважать будет если ты сама ведешь себя как клоун петь вот правда как два каких-то как две каких-то обезьяны за стеклом которые знаете гримасничают укривляются голос перекручивают это это ужас какой-то это это действительно это люди сами себя не уважают сами себя втаптывают в грязь и потом еще удивляются хочу это их собственно никто не уважать не знаете ребят честно ни о какой нормальности здесь даже близко речи быть не может возможно когда они начинали с самого начала они еще как-то более-менее неадекватно себя вели чем дальше в лес тем больше дров тем хуже они становятся знаете уже уже вот я всегда говорю когда человек начинает вести себя как фрик когда блогер начинает хайповать вот этот вот момент да накал интерес когда зрители интересуются тобой он постоянно то есть зритель да ты показал же зрителю грубо говоря половину своей задницы бац ну зрители посмотрели да офигели обалдели на следующий раз когда ты будешь показывать уже вторую половину задницы зрителю это будет неинтересно придется уже показывать что-то еще для того чтобы вызвать еще больше ажиотаж своим поведением вот точно так же и здесь это просто какой-то кошмар даже за месяц ребят вот это просто земля и небо вот месяц я их не смотрела месяц я на них не делала обзоры я просто обалдела от их поведения такое впечатление что это действительно какие-то душевно больные люди которым давным-давно пора уже лечиться и принимать таблеточки в общем как то так посмотрим чем дело закончится друзья мои вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю всего самого наилучшего поздравляю вас всех с прошедшими праздниками всего вам самого-самого хорошего здоровья и счастья любви и всяческого благополучия ребят всех целую всем пока